МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! С вами в студии Елена Краева и Ольга Дмитриева. Вы смотрите Утро на ОТВ. Не переключайтесь. Сегодня выпуски вы увидите. На особым контроле глава округа Андрей Иванов проверил ремонтные работы во 2-й кубинской школе. Поликлиника «Перезагрузка». Еще 100 подмосковных поликлиник пройдут модернизацию по губернаторской программе. Этнофест в парке Раздолье прошел 2-й окружной фольклорный фестиваль. Под открытым небом в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели акцию «Ночь в парке». Больше никому жителям Одинцовского округа показали архивные кадры кинохроники. 19 июля 538 лет назад заложили старейшую башню Московского Кремля – Тайницкую. В ее создании участвовал Антонио Джиларди, или, как тогда его называли, Антон Фрязин. Началось все с того, что в 15 веке Иван III задумал перестройку на территории Московского Кремля. Под Тайницкой башней вырыли колодец. Через него и подземный ход в случае осады можно было снабжать Кремль водой. Со временем башню сносили, а затем восстанавливали. Сегодня она считается одной из старейших в Москве. Ее высота больше 38 метров. Чем еще запомнился этот день в истории, узнаем прямо сейчас. В 1952 году 19 июля открыли 15-летние Олимпийские игры в Финляндии. Соревнования в Хельсинки стали первыми в истории СССР. В международном турнире приняли участие почти 5000 спортсменов из 69 стран. Состязались они за 43 комплекта медалей в 17 видах спорта. На этих состязаниях установили 66 олимпийских рекордов и 18 мировых. Первое место в неофициальном командном зачете завоевали спортсмены из США. Второе место заняла сборная СССР, а третья – команда Венгрии. 123 года назад в 1900 году в Париже открылось метро. Французская подземка – одна из старейших в мире. В Западной Европе самым старым считается лондонское метро. Билет на первые ветки Винсенский замок Порт-Майо стоил 15 сантимов старыми франками для второго класса и 25 сантимов для первого. Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн. Сегодня парижский метрополитен занимает первое место по загруженности среди метрополитенов Европы после московского. В России сегодня отмечают праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Главная его цель – принести радость, создать хорошее настроение и побаловать себя вкусненьким. В честь праздника в ряде российских регионов организуют мероприятия, где все желающие могут поделиться вкусными рецептами пирогов и пирожков с малиновым вареньем, поучаствовать в различных тематических конкурсах, узнать много нового на лекциях, выставках и мастер-классах. Также 19 июля отмечают мусульманский праздник – Новый год по хиджере, в США – национальный день хот-дога, а в Японии – День женщин-министров. 19 июля в 1893 году родился советский поэт Владимир Маяковский. Также сегодня день рождения у советской балерины Натальи Бессмертновой, советского и грузинского певца Вахтанга Кикабидзе и французского художника Эдгара Дега. Продолжается капитальный ремонт во второй кубинской школе имени Безбородова. Жители города ждут с нетерпением его окончания. Здание старое и давно требовало реставрации. Объект находится на особом контроле у главы муниципалитета. Репортаж Полины Баховой. 55 лет во второй кубинской школе не проводили капитальный ремонт. Строительные работы начались здесь в марте, поэтому ребята оканчивали учебный год в Акуловской школе. Сейчас здесь уже выполнили большой объем работ. Выполнены работы по гидроизоляции кровли, первый слой. Мы приступили к чистовой отделке второго-третьего этажа. В данный момент на первом этаже занимаются устройством пола. Глава округа Андрей Иванов контролирует, чтобы первого сентября школа была готова принять учеников. На сегодняшний день ведутся работы по устройству фасада. Уже порядка 80% моего вату утеплитель одели, кронштейны. Ну, со всей остальной стороны, да, только фасадная часть осталась, потому что здесь еще были земляные работы. В школе не было актового зала и территории для проведения торжественных линеек. Все недочеты учли. Теперь здесь появится все необходимое. На объекте сейчас трудится 127 человек и 5 единиц техники. Предварительно ремонтные работы завершат 15 августа. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Еще 100 поликлиник в Подмосковье пройдут модернизацию в рамках губернаторской программы «Поликлиника-перезагрузка» по внедрению новых стандартов работы. Проект стартовал в мае прошлого года. Уже 65 медучреждений Московской области приведены к единому стандарту. Тему продолжит Алтына Юрумбаева. Подмосковные поликлиники модернизируют и приводят к единому стандарту по поручению губернатора Андрея Воробьева. В рамках программы «Поликлиника-перезагрузка». Обследоваться в таких медучреждениях приятно. Каждая деталь здесь продумана. И даже по цветовой гамме. Синий для взрослых поликлиник, светло-бирюзовый для детских. Мы направляем значительные ресурсы в модернизацию стационаров и, конечно, поликлиник. Еще несколько лет назад мы говорили, что у нас каждый день в поликлинике приходят 120 тысяч человек. А сейчас эта цифра возросла уже до 200 тысяч. Поэтому мы не имеем права разочаровывать людей. Просторно, светло и уютно. Центр диспансеризации Одинцовской областной больницы встречает пациентов без очередей и толкучки. Всех, кто приходит сюда на обследование, просят заполнить анкету. Это нужно для врачей, чтобы получить как можно больше информации. Сразу за один день пройдешь всех специалистов. Куда лучше еще. За еще огромное-огромное спасибо за заботу такую. Нам, как старым людям, девятый десяток лет, нам всем уже, мы родились во время войны, прожили эту войну. И чувствуем, и знаем, как тяжело детство проходило. И спасибо, что беспокоится начальство за нашу старость, что мы были здоровенькими и прожили много лет. Жители округа довольны. Пациенты за два часа проходят необходимые обследования. Блок диспансеризации оснащен маммографом и флюорографом, аппаратом УЗИ, а также другим диагностическим оборудованием. С апреля здесь прошли диспансеризацию более 5000 пациентов. Каждый случай индивидуален. Врачи не упускают деталей. Если там будут выявлены какие-то отклонения определенные, то уже терапевт, когда будет проводить телемедицинскую консультацию, в формате телемедицинской консультации сообщать об результатах анализа, давать рекомендации по лечению, по образу жизни, он сообщит, будет ли назначен второй этап. Сегодня в центр диспансеризации приехали жители поселка Лесной городок. Для них поездку организовал депутат «Единой России» Алексей Солдатенко. Алексей Васильевич взял на себя то, что он предоставит транспорт и поможет нашим жителям приехать сюда на диспансеризацию. И вот как раз через наши общественные организации мы говорим с нашими жителями о том, что есть такая возможность приехать, собраться все вместе и пройти диспансеризацию. Пациенты из Лесного городка прошли обследование быстро. Им провели все необходимые диагностические мероприятия – от процедуры измерения глазного давления до флюорографии и маммографии. В конце все они получили памятки и сувениры, а также пообщались с депутатами «Единой России». Действительно, это очень здорово, что появился такой центр. Он дает возможность в одном месте провести полное обследование и обратить внимание на те или иные проблемы. Поэтому мы действительно очень рады, что он открылся и будем надеяться, что от этого все мы, и вы, и мы будем более здоровы. В Одинцовской областной больнице продолжается капитальный ремонт хирургического отделения. После завершения в первом квартале 2025 года реанимационное отделение станет еще больше. Елена Краева, Алтынай Урумбаева, телекомпания Одинцова. Жители Подмосковья могут выбрать поселки, деревни и села региона с численностью от 100 до 500 человек, где в следующем году появится скоростной мобильный интернет. Проголосовать могут совершеннолетние жители, у которых есть прописка в регионе. Голоса принимаются на едином портале госуслуг до 13 августа. Также можно до 10 сентября подать обычное бумажное письмо в адрес Минцифры России. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2. Улучшения проходят в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. Одинцовский округ подвергся нашествию огромных испанских слизней. Эти брюхоногие чрезвычайно прожорливы и плодовиты. Едят растения, мелких насекомых и себе подобных. В этом году сезон нашествия начался на месяц раньше, в июле. Непрошенные гости в Одинцове не более 5 лет. Они очень крупные, до 20 сантиметров. На слизней мало что действует, кроме механических методов борьбы. Биологи предостерегают людей от незащищенных прикосновений, так как они являются разносчиками бактерий. В Подмосковье продолжается прием заявок на профессиональную премию медиков. Подать их можно дистанционно или очно до 15 августа. Участникам предстоят конкурсные испытания, теория, практика и решение ситуационных задач. В этом году в список претендентов добавили специальности врачей-хирургов и врачей-онкологов. Победителям вручат премии от 120 до 180 тысяч рублей. Всего предполагается выбрать 150 лауреатов. Старшеклассники из Подмосковья с 8 по 11 классы могут принять участие во всероссийских многопрофильных инженерных соревнованиях. В новом учебном году будут доступны пять новых направлений. Технологии компьютерного зрения и цифровые сервисы, цифровое месторождение, цифровая гидрометеорология, квантовый инжиниринг и инфохимия. Победители получат дополнительные баллы на ЕГЭ и другие льготы при поступлении в ВУЗ. Уже началась предварительная регистрация на официальном сайте. В парке Раздолье прошел второй окружной фольклорный фестиваль «Этнофест. Культурная мозаика народов России». Программа праздника познакомила гостей парка с многообразием и красотой национальных культур народов нашей страны. О том, какие активности представили в этот день, рассказывает Екатерина Крамар. Лариса и Елена занимаются изучением народных традиций уже три года. На фестивале «Этнофест. Культурная мозаика народов России» они впервые представили свою творческую коллекцию. Изучаем традицию через народную куклу. Также мы, благодаря Ларисе Федоровне, изучаем литературные источники. Некоторые из них здесь сегодня представлены на выставке с детьми. И дальше уже на мастер-классах мы соединяем знания, воплощаем их на практике. Выступление коллектива «Встреча с писателями. Этнофест». И это только часть программы, которую провели в парке Раздоле. Уже второй год фестиваль рассказывает жителям о разных культурах и народах России. Первая локация – это амфитеатр. Здесь у нас уже выступил коллектив из Ступина, шикарные вокалистки. Этот коллектив нам предоставил наш партнер – Центр культурного развития. Матушка-земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозненька. Представители домов культуры подготовили квест. Участники прошли 10 точек и выполнили задания, связанные с культурными традициями народов. Также в «Этнофесте» приняли участие и библиотекари. Лучших из них в этот день наградили дипломами конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии-2023». Поэтому хотелось все записать. Хотелось показать наши проекты, краеведение, экология, патриотизм. Мы очень большое внимание уделяем патриотизму. Проекты наши. В парке целый день проходил многожанровый праздник культур и народов. На следующий год организаторы обещают не менее насыщенную программу. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». В Москве стартовал второй этап приема заявок на получение грантов для малого и среднего предпринимательства. С их помощью компании могут компенсировать часть расходов на покупку оборудования. Общий размер господдержки превысил 600 миллионов рублей. С начала года одобрили уже 264 заявки. Из них финансирование получили полиграфические и металлообрабатывающие предприятия, производители пищевой промышленности и техники. Максимальная сумма выплат составляет 30 миллионов рублей в год. О других событиях столицы расскажем прямо сейчас. В столице проходит масштабное обновление остановок общественного транспорта. Современные павильоны сделаны из нержавеющей стали и алюминия, оснащены видеокамерами и системами освещения. В этом году откроют почти полторы тысячи таких остановок. 550 уже установили. Комплексы собирают на московском заводе. В Москве после проведения работ по благоустройству заработали новые и отремонтированные фонтаны. Специалисты почистили чаши, отрегулировали высоту струй и облагородили территории. Так площадь фонтана в парке Покровская-Стрешнево по вечерам украшает архитектурно-художественная подсветка. По мнению Сергея Савянина, фонтаны – это визитная карточка города, поэтому их необходимо постоянно обновлять. В Москве началась реставрация панно «Юные ленинцы» над главным входом Дворца пионеров на Воробьевых горах. Там проводят ремонтные работы пяти корпусов. Зданию вернут архитектурно-художественное оформление прошлого века и исторический облик. Композиция «Юные ленинцы» выполнена в смешанной технике с использованием керамики и цемента. На панно были мелкие трещины и повреждения, но в целом оно в хорошем состоянии. Оставайтесь с нами. Далее в программе вы увидите. Под открытым небом в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошла акция «Ночь в парке». Больше никому жителям Одинцовского округа показали архивные кадры кинохроники. Жизнь с непростым диагнозом. Как не опустить руки в сложной ситуации и мотивировать других? В нашей рубрике про добро. Стилизованные локации, кинотеатр под открытым небом, музыкальные площадки, творческие посиделки и пикники. Так прошла акция «Ночь в парке» в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Репортаж мероприятия нашего корреспондента. В Подмосковье проходит акция «Ночь в парке». Стилизованные музыкальные площадки, мастер-классы, ярмарки, пикники, кинотеатр под открытым небом. Это и многое другое подготовили для жителей округа в парке культуры, спорта и отдыха. Главный смысл проекта, я думаю, в том, чтобы собрать как можно большее количество людей, которые хотят отдохнуть в парке. Ну а почему ночь? Ну ночь, потому что днем достаточное количество мероприятий проводится в парках, и именно ночью можно тоже классно провести время. Мероприятия проходят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье». Развлечений хватит и на взрослых, и на детей. Очень все понравилось. Я пришла, даже не ожидала, что тут будет столько всего интересного. Тут и кино, и сладости разные. Очень здорово, все просто супер. Всем советую сюда приходить. Замечательное мероприятие, прекрасная погода, танцы понравились, кино. Я считаю, такие мероприятия нужно лазутенько устраивать каждые выходные, если позволяет погода. Акцию «Ночь в парке» проводят уже второй год. В прошлом году в ней участвовали более 80 тысяч человек. И каждый раз участников мероприятия ждет много сюрпризов. Раиса Киян, телекомпания «Одинцова». В России ведут штрафы от 3 тысяч рублей за выгул собак без намордников. Это касается потенциально опасных пород, таких как акбаш, амбульдог, волкособачьи гибриды. Сегодня выгул собак регулируется только на уровне регионального законодательства. Во многих субъектах штрафы отсутствуют. Другие новости России расскажем далее. Россиянам дали совет – внимательнее относиться к покупке дыни в июле. Их сезон начинается только в августе, поэтому специалисты советуют покупать их только в надежном месте, где можно посмотреть документ на продукт. Если документов нет, то, возможно, производители использовали для подкомки нитраты. Такие дыни не приносят вред здоровью, но витаминов и полезных веществ в них гораздо меньше. На Курилах зарегистрировали столб пепла на вулкане Эбека высотой 4 тысячи метров над уровнем моря. На прошлой неделе этот вулкан выбросил пепел на высоту 3,5 километра. С апреля наблюдается активизация вулканической деятельности на полуострове. Специалисты советуют во время выброса пепла не выходить на улицу, закрывать окна и надевать маски. Таинственное исчезновение реки. В Белореченском районе Краснодарского края местные жители заметили исчезновение реки Белой. Она словно исчезает и спускается в разлом, который появился на ее пути, скорее всего, из-за продолжительных ливней. При этом река, возможно, появится где-то в другом месте. Специалисты осматривают район, чтобы предотвратить подмыв инфраструктуры. Пока сообщений о разрушениях в результате этого явления нет. Уникальные архивные кадры кинохроники увидели жители Одинцовского округа. Широкому зрителю в России их еще не демонстрировали. В Голицыне в киноконцертном зале «Октябрь» показали сразу 4 фильма. Увидела их и наша съемочная группа. Сейчас начнется коронация императора Николая II. Николай II спускается по крыльцу. Это первые подлинные кадры российской кинохроники. Широкий зритель их никогда не видел. Они бережно хранились в Красногорском архиве. Как отмечают историки, в фильме мы видим совершенно другого императора. Человека умного, красивого, настоящего созидателя. Человек, который за свою историю правления не такую же большую, 23 года Николай II правил нашим государством, но создал для него так много, так для него много сделал, что этим старым багажом мы живы еще до сих пор. Один только штрих. За время правления Николая II было построено 46 тысяч километров железных дорог. Сложил кинохронику в фильм историк-исследователь семьи Николая II Константин Капков. Кадры сопровождает аутентичная дореволюционная музыка. Обработать ученым предстоит еще не один час архивного материала. Сейчас историки работают над фильмом о знаменитом путешествии Николая II по 11 русским городам. Жителям Одинцовского округа пришлась по душе историческая тематика. Здесь транслируют достаточно интересные, важные и полезные материалы, кинофильмы, художественные фильмы, которые играют значительную роль в воспитании именно патриотизма, воспитании молодежи. И вообще это наше будущее. Очень важно, чтобы такие фильмы показывали. Кинофестиваль Андрей Рублев собрал несколько десятков зрителей в Голицынском киноконцертном зале «Октябрь». Его вместимость – 178 человек. Такой масштабный день кино православного содержания местный культурно-досуговый центр организует впервые. Приурочили его ко дню памяти выдающегося русского иконописца Андрея Рублева. Сегодня показали сразу четыре кинокартины. Люди хотят чего-то более умного, более доброго, патриотичное кино. Что-то такое, которое поднимает дух, сплачивает народ наш. И этот кинофестиваль, он как такой небольшой, может быть, образец направления, в котором надо двигаться кинотеатром. Показы фильмов проходят в киноконцертном зале регулярно. Жанры разные, но любой вкус. С расписанием можно ознакомиться на сайте Голицынского культурно-досугового центра. Вход свободный. Алтына Урумбаева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Особенный ребенок – особенная жизнь. Татьяна Капутина – мама ребенка-аутиста, а еще действующий юрист, психолог, друг и поддержка для многих семей, в которых есть дети с непростыми диагнозами. Полина Бахова познакомилась с ее главным учителем и вдохновителем – сыном Даниилом. Рубрика про добро далее. Я читала, училась, и все как-то обычное. Даниил Капутин – любознательный, добрый, веселый и очень общительный мальчик. В то, что еще совсем недавно он почти не говорил и плохо концентрировался, сложно поверить. Сегодня он ходит в кинотеатры, магазин играет на музыкальном инструменте, катается на велосипеде, плавает и боксирует. Где ручки держит? А еще он с особой нежностью смотрит и обнимает свою маму. Нарушение в развитии ребенка Татьяна Капутина заметила сама еще в раннем возрасте. В больнице, обследование, постановка диагноза, аутизм. Было тяжело, когда сыну поставили диагноз, ну, хотелось выйти. Конечно, я такой человек, что я сначала не эмоционально проживаю, я проживаю сначала через голову. То есть я, соответственно, начала искать выходы, анализировать, собирать информацию и искать выход из сложившейся ситуации. Конечно, эмоциям я своим не дал, не разрешила быть. Этот груз эмоциональный я везла на себе, пока не пошла в психотерапию. С этого момента жизнь ее семьи кардинально изменилась. Пришлось отложить блестящую карьеру юриста и учиться жить другой жизнью, помогая ребенку социализироваться и осваивать простые вещи. В тот момент поддержала семья и коллеги. Но очень часто мама с таким диагнозом остается один на один. А ведь именно ей нужна первоочередная помощь. Сначала, в первую очередь, помогает родителю. Потому что если родитель понимает, что происходит с его ребенком, с их ребенком, то он тогда понимает, чем он может ему помочь. Или что ему необходимо сделать для того, чтобы помочь собственному ребенку. Сейчас Татьяна занимается не только своим ребенком, но и оказывает помощь другим семьям. Сын научил ее видеть солнце, быть гибкой. Показал, что главные жизненные ценности – это семья, любовь и добро. Именно он подарил возможность помогать людям. Тут открылось огромное-огромное пространство, где действительно, ну, мне сейчас лучше. Я сейчас, я понимаю, что я могу намного больше отдавать. Я сейчас полезна миру, да. Я могу рассказать, поделиться с этой мамой. И ей не будет сейчас так в этом моменте плохо. Я могу ей, да, на какой-то период времени стать поддержкой и опорой. Любой диагноз – не приговор, уверена Татьяна, а огромное пространство для новых возможностей – прожить другую, яркую, интересную жизнь. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Китайские эксперты обеспокоены последствиями аномальной жары. Высокие температуры, которые установились по всей планете, ведут к экстремальным погодным явлениям. Например, в прошлом году из-за жары была сильная засуха в бассейне реки Янзе. В водоемах упал уровень воды, пострадало производство гидроэлектроэнергии. Также в различных регионах мира из-за жары были лесные пожары. Продолжим рассказывать о том, что происходит в мире, в нашей следующей рубрике. Испанские археологи обнаружили остатки римского военного лагеря и кельтеберийского города Титиакос. Кельтеберия – это регион на территории современной североцентральной Испании. Он был заселен, начиная с 3 века до нашей эры, племенами со смешанным кельтским и иберийским происхождением. Анализ найденных сооружений показал, что город был построен еще до нашей эры. Его возраст превышает 2000 лет. В США обнаружили ранее неизвестный науке вид многоножек. Это крошечный хищник, который передвигается при помощи почти 500 ножек. Под микроскопом существо выглядит довольно устрашающе. Тело полупрозрачное, с зеленоватым оттенком и буквально струится при передвижении. В мировые каталоги внесено примерно 12 тысяч других видов многоножек, найденных по всей планете. Новое открытие еще раз подтверждает гипотезу, что мелких существ, лежащих в основе мировых экосистем, гораздо больше, чем мы думаем. Ученые научились выращивать зубы. Специальный препарат создали в Японии. Это средство способствует выработке антител, которые блокируют ген, отвечающий за ограничение роста зубов. Известно, что у акул и некоторых грызунов он и вовсе отсутствует. Разработка позволит в дальнейшем отказаться от установки имплантов. Новые зубы выращивать прямо во рту у пациентов планируют к 2030 году. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 18-20 градусов тепла, ночью 13-15. Ветер западный 3-7 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 71%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале про округ. А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале про молодежь. А если вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Это было «Утро на ОТВ» в студии Ольга Дмитриева и Елена Краева. Мы желаем вам прекрасного дня и отличного настроения. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова